Но и это ещё не всё. Для того, чтобы получить размашистые нозри, нужен ли нам натурал? Давайте подумаем. Нужен ли нам натурал для того, чтобы получить размашистые нозри, которые широко расставлены? Сейчас я одну из фотографий, где крупно... Так, Мариночка, пока я не могу. Закрою сейчас. Вот. Вот одна из фотографий, которая была помещена в первой публикации. На что мы здесь можем обратить внимание? На что мы здесь можем обратить внимание? Есть какие-то характерные особенности, которые помогут нам отделить влияние натурального носа от влияния драматического. Тоже широкие нозри. Как у нас выглядит натуральный нос и как выглядит драматический? Если мы говорим о натуральном носе, он стабильно... Давайте я сейчас поставлю сначала всё рядом... Стабильно, широкий... Что у нас здесь за характерная особенность, о которой мы иногда забываем? Клюв. Ну, надеюсь, Марина на нас не обидится, да? Мы просто покажем, как это проявляется. К слову сказать. Я смотрела материалы, была ли пластика или не было. И одна из публикаций... Вот здесь очень хорошо видно вот этот ромбик, да? Вот. В одной из публикаций Марина писала, что использовала безоперационное уменьшение носа. И там даны вот эти вот фотографии. Ну, хитроватые, конечно, очень, да? В плане того, что здесь лицо крупнее, здесь мельче. Но можно понаблюдать, что, видимо, отёк с носа сняли. То есть он форму, собственно, оставил, да? Но здесь он выглядит, вот эта часть особенно, да? Вот эта часть выглядит ещё потоньше. Но на, так сказать, влияние на непосредственную форму, как такового, здесь нет. По миниатюрнее, да? Часть, так сказать, возможно, отёк сняли, ещё что-то. Не знаю, не было возможности вдаваться вот в эти подробности, да? Но, тем не менее, что этот нос, что вот этот нос имеет ту же самую структуру. Спасибо. Спасибо.